Девушки отдыхают 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 Ищут причины И в общем начинают копаться в себе И потом это приводит к тому Что либо аборт Либо заболевание передающиеся половым путем Либо это в принципе Завершенное родовспоможением Но все-таки нежелательная беременность Ну как бы Все это мифы по поводу гормональной контрацепции Насчет Массы тела лишней И все такое Но существуют и другие Кроме гормональной Другие методы контрацепции Кроме гормональной Никто не отменял барьерную контрацепцию Никто не отменял химическую Пусть она низкоэффективна Но тем не менее Она тоже имеет свое действие Оказывает Ну а те с кем вы работаете Непосредственно в перинатальном центре Примерно высчитывается Или наблюдается Может быть какой-то Так для себя Какой-то процент Из тех кто доходит До родовспоможения Вы же с ними беседуете Кто из них действительно Хотел и планировал ребенка Бывают же Опять же люди Очень долго над этим работают Потому что Сразу у них не получается А какой процент Это вот Родить Чтобы не делать аборт Потому что Потом Не дай бог Не забеременеешь Ну знаете Статистические данные Я вам конечно не могу дать Но скорее всего Если женщина хочет избавиться От нежелаемой беременности То она избавится Поэтому Бывают и такие случаи Кто не прибегает К прерыванию беременности Статистические данные К сожалению Я вам дать не могу Но большинство наших женщин Мы склоняем К высокоэффективным методам Контрацепции Конечно это зависит От возрастной группы Опять-таки От социального статуса Женщины Вот Но в основном Это как бы коки На данном этапе А вот такие вещи Вы сказали Как например Спирали Возможно кроме них Еще есть нечто подобное Из списка Вами перечислено Что требует Периодической замены Нужно ли Как часто нужно Одно дело Да И как часто Допустим Нужно Если это Свечи или таблетки Менять Просто с одного препарата На другой Пересаживаться Ну внутриматочная Контрацепция Как бы сейчас Существует такая Современная спираль Мирена Она гормоносодержащая Ее Как и все остальные В принципе спирали Мы устанавливаем На 5 лет Это их срок годности Через 5 лет Она требует удаления И вот после ее удаления Как бы происходит Быстрое восстановление Репродуктивной функции Вот То есть Внутриматочная спираль Срок годности 5 лет Если это Гормональный пластырь Который устанавливается Подкожно Или подкожный имплант То это тоже Ну В течение 3 лет Женщина Предохраняется От беременности Таким образом А все остальное Свечи Кремы Это все Естественно Одноразово Елена Вадимовна Мы говорили О тех последствиях К которым Может привести Скажем так Даже Воздержание От контрацепции Если можно так сказать В общем Халатное отношение К контрацепции Если по линии Акушеров Гинекологов Это чаще всего Какие-то Осложнения Патологии И Замершие Беременности И прочие Прочие С которым Потом Врачам приходится Справляться Когда родители Головой не думали То К вам как раз Идут Наверное С худшим Из вариантов Какие последствия С какими последствиями Не использование Контрацепции Чаще всего Приходится Встречаться Врачам Луганского Республиканского Центра По профилактике И борьбе со спин Конечно же Со своим профильным Заболеванием ВИЧ-инфекцией Нам приходится Чаще всего Встречаться Конечно же Методы Контрацепции Важны И актуальны Но в плане Передачи Инфекции Передающихся Половым путем Конечно Наиболее Эффективный метод Это барьерный метод Это презерватив Потому как он защищает Не только от нежелательной Беременности Но и инфекции Которые передаются Половым путем Соответственно Если говорить В контексте ВИЧ-инфекции То Самый правильный И самый Важный вариант В данном случае Это же Использование Презерватива Поэтому Конечно У пар Есть возможность Выбора И одного И другого И третьего Метода Контрацепции Но если Рассматривать Вопросы Именно В плане Планирования Беременности Это Один вариант А если же Именно Защитить себя От инфекции Передачи Половым путем То это конечно Презерватив Бывают ли Среди тех Кто к вам Приходит И Так сказать Не уходит Радостно С криком Я здоров А вынужден Присаживаться На длительное Лечение Те кто Говорят Я же использовал А потом Оказывается Что допустим Разного качества Бывает Ну нет Таких не бывает Понимаете В данном случае Лучше Не важно Какого качества Извините Но главное Чтобы это было Использовано Потому как Риск инфицирования Если вообще Не использовался Презерватив И если он Даже низкого Качества был Значительно Меняется Понимаете Потому как Если не использовался Презерватив Риск инфицирования Значительно высокий Очень большой Соответственно Если же Использовался Даже если Некачественный То соответственно Риск инфицирования Значительно снижается Поэтому в данном случае Мы уже о качестве Да это важно Это нужно Это тоже на первом месте Стоит Но, тем не менее, если выбирать, использовать или не использовать, то однозначно мы должны и рекомендуем людям использовать презервативы именно для предупреждения инфицирования ВИЧ. Опять же, ввиду того, что основной путь передачи у нас сейчас половой, это очень актуальный вопрос. Но, опять же, говорят, даже презерватив не дает стопроцентной гарантии. 98 цифр называется. Согласна, да. У нас же везде в основном не дают 100%, потому любой метод контрацепции, ни один из них не дает 100%. Поэтому, да, какой-то риск существует. Опять же, риск какой может быть? Некачественный презерватив, неправильное использование, ну, может быть, что-то случается во время полового акта, какое-то непредвиденное обстоятельство порвался, еще там какие-то нюансы, понимаете. Поэтому вот это вот тоже в эти 2% и входит. Ну, а потом люди, которые попадают к вам, они-то попадают на лечение на всю оставшуюся жизнь, на терапию, которая поддерживает и так далее. Ну, им-то жить тоже хочется. На какие виды контрацепции из перечисленных Наной Леоновной могут впоследствии, когда уже самое страшное в жизни случилось, поставлен диагноз ВИЧ, Эти люди могут рассчитывать и, скажем так, а на что нет, с чем обречены. Им-то тоже хочется жить дальше. Пожалуйста. Все живут дальше, активной половой жизнью, для этого используют презервативы. Потому как методы контрацепции, которые связаны с гормональным содержимым, то тут, конечно, возникают сложности. И тут уже тогда нужно подключать и врачи-инфекционистов, и врачи-акушер-гинекологов. Но зачастую, ну, в большинстве своих случаев, это процентов 90, такие методы не используются. Только в основном, это основной метод, это использование презерватива. Ну, и в завершении, может быть, пару-тройку каких-то профессиональных советов для тех, кто либо не знает, либо не знает, как к этому вопросу подойти, либо по каким-то причинам, может быть, категорически против. Прежде всего, конечно, нужно прийти в лечебно-профилактическое учреждение к доктору и поговорить о той проблеме, которая существует. И когда уже будет диалог специалиста с человеком, соответственно, все вопросы будут решены. Потому что контрацептивы подбираются по многим факторам. То есть это не единичная какая-то ситуация, это, опять-таки, возраст, социальное положение, так как и гормональные препараты, они стоят денег. Поэтому там учитывается множество фактов. Индивидуальный подход? Да. А нужно для более качественного и точного подбора какие-то анализы сдавать? Или это все по вопросному листу? Для гормональных контрацептивов, для их назначения, естественно, мы сдаем анализ крови на гормоны, на определенные. Я благодарю вас за информацию. Напомню, что у нас в гостях были главный врач Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Гриднева и акушер-гинеколог Луганского перинатального центра «Наномалько». Приходите к нам еще, пусть информационные поводы будут только самыми радостными. А вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.